Монтажники С правой стороны мужская душевая, с левой женская. В мужской горит свет и кто-то плящется. Появляется Михаил, останавливается в недоумении. О, здорово! Кто это может быть? Придется без шампуня. В мужской душевой кто-то чихает, чертыхается, чихает снова. Михаил пожимает плечами, хмыкает, идет в женскую душевую, включает свет и тут же раздается хлопок. Лампочка гаснет. Черт! Выходит из душевой. Однако закон потлости в действии хочет уходить. Но в мужской душевой перестает шуметь вода и становится слышно, как что-то шуршит. Кто-то, чихнув, чертыхается, потом напивает. Вероятно, посетитель душа одевается. Михаил скрывается за выступом стены. Из душевой выходит маленький лысоватый человек в шлепанцах и нелепой цветастой футболке, обмотанной на поясе полотенцем. В руках у него пакет с банными принадлежностями, сменной одеждой и огромным париком Деда Мороза. Странный человек направляется в сторону Михаила. Тот, затаив дыхание, еще больше вжимается в углубление за уступом, однако скрыться не удается. Человек внезапно останавливается в испуге. Ойкает, бросается обратно в душевую и захлопывает дверь. Седой человек из-за двери. Эй, не подходи! Михаил, не подхожу. А вы кто? Седой человек. А тебе зачем? Страшно? Михаил, не очень, если честно. Седой человек. Пошел бы ты! Чего ты здесь? Чего тебе надо? Стучит чем-то по железу, жутко, как и переточный злодей, хохочет, выглядывает, видит Михаила, прячется. Да что ты ко мне привязался? Михаил, да ничего мне от вас не надо, я в душ хочу. Мне с утра монтировать? Некогда будет в душ идти, седой человек. А-а-а! Ты врешь, ты за мной пришел. За мной? Скажи честно, я за тобой. Выходи, руки за голову. Михаил, да нет, я правда в душ. У меня шампуня нет, а Сашка сказал, что в этой душевой есть, седой человек, после паузы. Это мой шампунь! Я его здесь забыл. Давно. Иди в женскую. Может, там тоже есть шампунь, Михаил. Там лампочка перегорела, седой человек. А что, тебе вот так просто дозарезу в душ надо? Михаил, надо. Два дня в душе не был, седой человек. Ну и что? Я раз в неделю моюсь, и ничего. Михаил, а я привык, каждый день. Седой человек. Ты что, француз? Михаил, почему француз? Седой человек. Не знаю, но всем известно, что француз моются каждый день. Михаил, нет. Я не француз, я монтировщик. Седой человек. Горбачев, что ли? Михаил, а вы откуда знаете? Седой человек. Я все знаю. Ты Горбачев. Михаил, Горбачев. Седой человек после паузы. Руку дай, ладошкой вверх. Михаил, зачем? Седой человек. Шампунь я налью. Михаил, а-а-а. Приоткрывается дверь. Михаил протягивает свою ладонь. Седой человек через щель выдавливает ему на ладонь шампунь. Хватит? Михаил, наверное, хватит. Седой, ты мне определенно скажи, хватит? Михаил, хватит, хватит, точно. Седой, все. Теперь иди за угол и жди, когда я выйду. Потом можешь мыться. Михаил, спасибо. Простите, не знаю, как вас зовут. Вот, седой человек, без разницы, зови меня седым человеком. Михаил, а у меня пиво есть, пять бутылок, вкусное, крепкое. Седой, светлое. Михаил, не знаю, я не разбираюсь. Наверное. Седой человек, не купишь. Меня на то, в то, не купишь. Михаил, да что вы, ей-богу, как в 37-м. Никого покупать не собираюсь. Я пиво не пью. И водку, и коньяк, и вино. Ничего не пью. Мне что, выбросить его? Пять бутылок. Или... Седой человек, а ты не врешь? Михаил, если бы в Бога верил, сказал бы, ей-богу, не вру. Чтоб мне с горшка не слезать три дня. Седой человек после паузы убедил. Я слышал, что ты парень хороший. Проверял я тебя. Подожди, отвернись. Я сейчас выйду. Михаил отворачивается. Выходит, седой человек теперь уже в парике. Можешь смотреть. Поворачивается так, чтобы показаться со всех сторон. Седой человек в миру Леонид Павлович. Или наоборот. Работаю здесь шишком. Михаил. Не похоже. Седой человек. Не понял. Михаил. На седого человека вы, извините, пожалуйста, явно не тянете. Седой. Не понял. Михаил. Ну вам же не сто лет. Седой шестьдесят четыре. Михаил. Ого. Ну все равно не сто. Седой. То есть с пивом я пролетаю. Так понимать надо. Михаил. Наоборот. С удовольствием угощу вас. Только уж позвольте мне сначала душем воспользоваться. Седой человек. Ну, если пиво будет, то милости прошу. Картина десятая. Жилище седого человека. Обставлено скромно, но функционально. По стенам вместо обоев старые, но еще добротные списанные задники из спектаклей. В углу умывальник и биотуалет. На маленьком столе ноутбук. Вместо кровати маты в несколько слоев. В углу портновский манекен. На него надеты рубашки, свитера, пиджаки, кепка, шапка-ушанка, галстуки, ну и прочее. Один из задников приподнимается. Появляется Михаил и седой человек. В руках у Михаила пакет с бутылками пива. Седой человек. Имейте в виду, молодой человек, вы первый гость в моей келье за 4 года. Михаил. Ого, да у вас тут ничего себе, и холодильник есть. Седой человек. Ну, маленький, старый, морозко. Чихает. Простите, аллергия у меня. От пропитки. Михаил не понял, от чего? Седой человек. От пропитки противопожарной. Снова чихает. Сейчас таблеточку съем. Декорации пропитывают. Впрочем, вы сами потом узнаете. Достает из холодильника коробочку с таблетками, проглатывает одну. Я его с помойки приволок. Нормальный, работает прекрасно. А большой-то мне сюда не пронести. Да и не нужен мне большой. Я запасы не делаю. А то, знаете ли, крысы. Снимает парик, вешает на манекен. Михаил выставляет бутылки. Михаил, не понимаю. Как вам все это удалось? Седой человек. А понимать нечего. Вы к пиву что предпочитаете? Михаил, да не пью я пиво. Вы забыли. Седой человек. А что? Так, на сухую сидеть будем? Хочешь, тогда чай сделаю. Михаил, ничего не надо. Да я просто немного посижу и пойду. Восемь монтировка. Три часа спать осталось. Седой человек. Ну, как будет угодно, милейший. А я, с вашего позволения, попрошу пива. Михаил, конечно, конечно. Выставляет пиво на стол. Седой человек, открыв бутылку, наливает себе божественный напиток. Завтра устрою себе выходной. Буду расслабляться. Михаил, а вы что, работаете еще где-то? Седой человек. Что значит еще где-то? Я на рынке помогаю разгружать, погружать. А здесь я шишок по совместительству. Плюс пенсия по инвалидности. На жизнь хватает. Тем более, что квартплату и коммунальные я не плачу. Как вы понимаете? Михаил, а как же вы, седой человек, дошел до жизни такой? Вот вы до сих пор квартиру или даже комнату снять не можете. Дорого. Прописку дядя ваш еще когда сделает вам? Все только обещает. Извините, но я ваш с матушкой разговор по телефону слышал. Так что немного в курсе. Имейте в виду, когда говорят, у стен есть уши, это не метафора. Это горькая правда. Михаил, улыбнувшись. Бывает. У нас в институте тоже один всех подслушивал. Седой человек. И что? Михаил. И ничего. Он же проектор. Бывший шпион. Седой человек. Как шпион? Михаил. Ну, в смысле, разведчик бывший. Поставил во всех аудиториях камеры. В коридорах. Даже в предбаннике. В мужском туалете. Седой человек. Я бы тоже поставил кое-где. Михаил. Например. Седой человек. Ну, мало ли где. В Ментуре. Там. У моей жены бывшей. В квартире моей. Бывшей. Михаил. Зачем? Седой человек. Затем. Жлобы. Гады жлобские. Глотает пиво. Михаил. Если вы, Седой человек, если возле. После. Разве? Значит, возле. Разве если? Не надо ко мне с расспросами подкатывать. Подкатывали. Знаем, ученые. Ты вот можешь представить, чтобы кто-нибудь, к примеру, жена моя бывшая? Пауза. Наливает стакан. Нет. Не могу. Не готов еще. Менты мне просто так, улыбается, разве что могли дать впитак. О! Видишь, стихи получились. Просто так могли впитак. Ха-ха-ха-ха. А чтобы за просто так пиво? Да не знаю, кто бы так еще мог. А? Кто бы мог? Михаил. Ну вот вы меня в душ пустили, шампуня налили. Так что? Это ж не просто так тоже получается. Седой человек. Хитришь, братец. От ответа уходишь. Ладно, не отвечай. По морде видно, что ты это не они. Ты это... Человек. Правильный. А поэтому тебе я расскажу. Только никому больше. Ес? Михаил. Офкорс. Мистер Шишок. Седой человек. Ха-ха. Смешной ты. Не понял я тебя пока до конца. Но, впрочем, и ты меня тоже не понял. И не поймешь, если сам я тебе про себя не расскажу. Михаил. Ну, если вам трудно или неприятно. Если я вам не нравлюсь, то не надо рассказывать. Седой дурачок. Именно что надо. И именно тебе. А вдруг ты не просто так, а, например, писатель. Михаил взглянул на него удивленно, но промолчал. Ты, может, об этом даже не знаешь еще. А внутри у тебя зреет. Понимаешь, зреет. А когда созреет, то, брат ты мой, ничего уже будет не сделать с этим. И вот тогда ты обо мне напишешь. И все люди узнают, весь мир узнает, что внук того самого знаменитого Каргинского, который половину этого города построил. Ты про Каргинского-то слышал? Михаил. Кажется, не помню. Седой человек. Вот только не надо. Не помню. И ты не слышал. А он, между прочим, вот это вот, где мы сейчас с тобой сидим. Он это сам и проектировал, и подрядчиков нанимал, и все-все тут отслеживал. Или там курировал, чтоб тютелька в тютельку, чтоб как в проекте было. Вот, понял? А внук его, вот он, вот, перед тобой пиво пьет. А еще внук этот, ну, то есть я, 8 лет назад, фундамент, вот этот вот, весь этот вот фундамент. Фундамент, гидроизоляцию я тут устраивал заново. И эту комнату обнаружил. Дед ее специально замуровал, но так, чтобы я мог найти. И вот это вот, вот это вот все тут устроить. Выпьем за деда моего, а? А, ты не пьешь, жаль. А я выпью. Если бы не дед мой, он чертежи своего дома хранил, а копии куда надо отправлял. А на тех копиях этого помещения нет. Понял, почему я здесь? Понял. Ну, давай, за деда. Залпом выпивает бутылку. Михаил, большой человек ваш дедушка был. Седой. У-у-у, не то слово. Умища. Такое умища, что сейчас таких уже нет. Он, брат ты мой, не о себе думал. Он, понимаешь, сквозь время глядел. О людях думал, которым в этом городе жить и через сто лет, и через двести. И черт его счищо знает, когда. Вот. И я так раньше думал, пока не стопорнули меня, мордой в навоз не ткнули. Знаешь что? Михаил, вы сказать что-то хотели? Седой человек. Сказать хотел. Да не сумел. Выливает в стакан остатки пива. Кончился бензин. Ку-ку-ку-ку, московское время, без пяти как свистнули. Пора вам, баеньки. Да и мне пора. Михаил. Да, действительно, я уже почти сплю. Пойду. Большое спасибо вам. Седой. Это тебе. Эх, спасибо. Пойдем, провожу тебя коротким путем. Михаил, это как, по воздуху, седой человек? Угу. Пойдем, сам увидишь. Направляются к выходу. Ты завтра ко мне не приходи. И послезавтра тоже не приходи. И послепослезавтра тоже. Я сам тебя позову, когда будет можно. Если будет. Понял? Михаил, понял. Ну, может, что-нибудь вам принести надо, седой? Будет надо, я тебе скажу. Скрываются за задником. Свет гаснет. Картина одиннадцатая. Коридор. Перед выходом на сцену. Со сцены выходит Лена. Сталкивается с Михаилом, появившимся из цеха. Оба улыбаются. Лена. Короче, Горбачев, ты вообще собираешься обещание свое выполнять? Я что-то не поняла. Михаил, какое обещание? Забираюсь. Лена. Привет. Не помнит, какое, а выполнять собирается. Михаил, ну так ты скажи, я вспомню и выполню. Лена. Петровский зачин. Кто мне обещал написать? Михаил. Загиб. Лена. Ну, загиб. Ну, какая разница? Михаил. Да без проблем, пожалуйста. А тебе-то зачем? Лена. Ну, это хайпово. Я тут с чуваком пересеклась. Он такой крутой весь из себя. Михаил. Прости. Где ты с чуваком пересекаешься? Лена. Ну, то есть, ревнуешь что ли? Михаил. Нет, вроде нет. Ну, просто интересно. Лена. Ну, да так. Джемили тут в одной тусе. Михаил. А он крутой, крутой этот. Он что, Лена? Да не что, Михаил. Что, круто загибает? Лена. Ой. Он чешет, как Максим пулемет. Я отпала просто. Михаил. Ну, старуха, это уже не камильфо. Лена. Да ладно. Михаил. Да чтоб мне. Да правда. Лена. Откуда знаешь? Михаил. Честное слово говорю тебе. Лена. Ну, скажи, откуда? Что тебе, жалко? Михаил. Почему жалко? Нисколько не жалко. Лена. А что тогда, сказать не хочешь? Михаил. Ну, так ты же мне не поверишь. Скажешь опять. Я тебе лекции читаю. Лена. Ну, не скажу. Ну, говори давай. Михаил. А если скажу, что мне за это будет? Лена. Ничего тебе не будет. Вот что будет. А не скажешь, обижусь. И вообще. Михаил. Ладно. Брат написал, что у нас в Манхэттене материться не комильфо. Лена. В каком Манхэттене? Михаил. Ну, в клубе на советской. Лена. А. Да ладно. Фейк это. Чтоб в клубе не материться. Михаил. Я говорил, что ты не поверишь. Лена. А что он конкретно написал? Михаил. Ну, вот так и написал, что ходил в субботу в Манхэттен. Общался там с друзьями. Они его предупредили. Будет материться, выпишут по фейсу. Все. Не комильфо. Лена. Так. А как же теперь? Михаил. Ну, а как хочешь. Нормальным языком. Лена. Ну, да. Подваливает ко мне чувак. А я ему, молодой человек, отстаньте, пожалуйста. Михаил. Можно так, а можно и так. Вы, сударь, сначала научитесь с дамой разговаривать. Тогда, может быть, и я с вами пообщаюсь к нашему общему удовольствию. Лена. Ух ты. А ничего. Мне нравится. Слушай. А напиши мне несколько вот таких вот выкрутасов. Ну, вот на разные случаи. А? Напишешь? Михаил. Конечно. Лена. Зайка. Я пошла. Михаил. Иди. Лена. Ты вот так вот просто говоришь мне? Иди. Михаил. Нет. Не просто. С сожалением. Говорю. Лена. Умничка. Ты способный. Михаил. Я знаю, ты тоже способная. Может быть, даже гениальная. Лена. Знаешь, что я сделаю, когда ты мне напишешь эти выкрутасы? Михаил смотрит на нее. Пока не знаю, но можно догадаться. Лена. Правильно мыслишь, Горбачев. Все. Пошла. Жду. Уходит, но тут же возвращается. А ты не гонишь. Михаил. Не понял. Лена. Ну, зачем это брату тебе письма писать? Он что, не мог позвонить? Михаил. Не мог. Он в роуминге. Минута 30 рублей. Лена. Нифига себе. Михаил. Вот и я говорю. Лена. А письмо показать можешь? Михаил кивает. Ну, ладно. Врубилась. Пока. Уходит, но снова возвращается. Прости, а не Камильфо. Я что-то забыла. Это Михаил. И это значит отстой. Лена. Ага. Михаил. Ага. Лена. Чао-какао. Уходит, но опять возвращается. Слушай, а почему ты ко мне в гости ни разу не заходил? Михаил. Почему заходил? Только поздно было. Лена. И что? Михаил. И ничего. Постоял у двери. Лена. Дурак. Михаил. Что? Лена. Надо было зайти. Постучать надо было и зайти. Понял? Михаил. Ладно. Зайду. Лена. Учти. Я злопамятная. Если не придешь, обижусь навсегда. Понял? Михаил. Ага. Лена. Не слышу. Повтори. Михаил. Понял. Зайду. Лена. Когда? Михаил. Ну, не знаю. Лена. Слушай. А давай сегодня вместе клубиться. Михаил. Что? Лена. Ну, ты совсем отстой. Сегодня в космонавте. Классная программа. Такая туса будет. Улет. Михаил. Да я... Мы с вечера на утро монтируем. Лена. Понятно. Собирается уходить, но останавливается. Значит, слушай сюда. Я клубиться сегодня не буду. Буду сидеть и ждать, что ты придешь в гости. Усек. А если ты не придешь, если ты только вздумаешь не прийти, если ты... Короче, я не знаю, что. Дурак. Убегает Михаил. Приду. Подпрыгивает. Потом садится на пол. Закрывает голову руками. Картина двенадцатая. Появляется Александр. Чего стоим, сидим, валяемся. Как айсберг глыбой в океане. Давай, помогай. Уходят. Потом появляется с трудом волоча огромный кофр. Михаил. Чего они так рано? Ох, зараза, тяжелый. Александр. Семыч, что застрял? Почему рано? На часы посмотри. Уже скоро десять. Семыч. Голос Семыча. Бегу, бегу. Появляется. Помогает. Я один чуть не сдох. Александр. Как это один? А, Олешка? Семыч. Он не мог. Александр. Что значит не мог? Появляется Гурков. Ух ты. Давай, помогу. Александр. Не-не-не-не. Мы сами не царское это дело. Гурков все-таки пристраивается. А я и не царь. Мне физические упражнения самое то. Это получше, чем тупая качалка в фитнес-клубе. Семыч, сюда, сюда, к стенке. Ася сказала здесь. Поставить и открыть. Устанавливают кофр на место. Гурков. Олешка-то где? Почему вы втроем? Семыч. Сейчас будет тебе, Олешка. Открываем. Отпирает замок. Откидывает крышку кофра. Прошу любить и жаловать. Вместе с крышкой из кофра поднимается рука, сжимающая бутылку. Гурков начинает хохотать. Машет руками, не может успокоиться. Гурков. Не могу, Олеша. Ребята, весело у вас. Ой, братцы, Саня, возьми меня. Я тоже так хочу. Все. Все, пошел я. Уходит и Кая от смеха. Александр. Ах ты, свинья безмозглая. Где это он так? Семыч. Одноклассника он там встретил. Ну, они... Того. Пока первый акт шел. Я же не мог со сцены уйти. Перестановки. В антракте пошел за кулисы. А этот лежит посреди коридора. А уже никакой. Я бутылку пробовал из руки вынуть. Не мог. Куда его, думаю, деть? Автобус-то до театра не пойдет? Ребят местных попросил. Помогли его в кармане спрятать. Потом сюда погрузили. Я думал, пока едем проспиться, Александр. Так, все понятно. Берем его и в левый карман за кулисы. Да отберите у него эту бутылку, елки-палки. Семыч. Миша, попробуй. Может, у тебя получится? Михаил пытается разжать пальцы, чтобы вынуть бутылку. Как клещами держит. Не могу. Александр. Давай я. Пробует тоже разжать. Нифига себе. Вцепился, как волк, с зубами. Ну, ладно, так понесем. Вынимают его из кофра. Уносят. Появляется тетя Ася. Семыч. А что, открытым оставили? Фу, сивухой несет. Эй, вы где все? Начинает разбирать реквизит. Фу, мелочи понасыпали. Богатеи, что ли? Выбирает монеты. Эй, малионеры, мелочь свою заберите. Саня, Горбачев. Чьи деньги? Ладно, не хотите, как хотите. Пересчитывает. Рубль два. Двадцать два. Сто семьдесят четыре. Потом просить будете? Не дам. Кладет деньги в карман халата. Узнаете у меня, как деньгами швырятся. Уносит часть реквизита. Возвращаются монтировщики. Михаил, это все, Семыч. Остальное живет пока в машине. Послезавтра снова на выезд. Так что все, Александр. Ладно, все, пошли чай пить. Пошли, пошли. Че встали? Все уходят в цех. Картина тринадцатая. Монтировщики пьют чай. Долгая пауза. Семыч, слушай. А может, все-таки Александр? Не может. Кто работать-то будет? Семыч, ну, ты ж понимаешь, он же всех подводит. Если бы это первый раз... Александр, ну что ты мне нервы трешь? Все я понимаю. Миша! Это просто подарок судьбы. Таких днем с огнем не найдешь. А этот... Михаил, мне его жалко. Я, конечно, плохо его знаю, но парень, по-моему, он добрый. Александр, можно подумать, мне его не жалко. Я, знаешь, сколько раз я, мы вытаскивали его. Скажи, Семыч. Семыч, да уж, если б ты знал, какие он фортели откалывал. Саня, помнишь малахитовую шкатулку? Александр, ну, ясное дело, забудешь тут. Семыч, представляешь, идет спектакль. По Бажову, кажется. Александр, да. Во втором плане стоит в кулисах вот эта вот самая малахитовая шкатулка. Ну, ее надо было в конце акта торжественно выносить. Вот, это моя работа. Александр, не, 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 там другой текст был. Семыч, ну, да, не важно, этот, другой. Олег, значит, покушал и сидит себе за кулисами, вроде спектакль смотрит. Александр, а дурдом! Все бегают, шкатулку ищут. Была же только что здесь, куда делась? Весь театр на ушах стоит. Где шкатулка? Этот спокойно сидит, глаза в кучку. Я к нему подлетаю, шкатулку не видел. Он молчит, как партизан. На допросе, сволочь. Семыч, я бегу в Бутафорскую, хватаю какую-то хрень. Тетя Ася тряпку цветную какую-то дает, прикрыть. Александр, ну, как-то, в общем, выкрутились, короче. Этот сидит спокойный, как танк. Семыч, ага, антракт. Перестановка. Я к нему, пошли на перестановку, давай, пошли. Ага, встает. Я смотрю, зараза. Он на шкатулке сидел. Михаил смеется. Александр, это ладно, это пустяки. Он нам на день победы устроил. Семыч, это еще тогда его из артистов не поперли. После этого поперли. Военный спектакль. Он играл сержанта. Сержант погибает по ходу действия. А посреди сцены круг поворотный. На круге кусок стены. И когда он, значит, погибает, то вроде за эту сцену падает. Круг поворачивается, а там немцы, им убитые, и он убитый. Александр, ты, кстати, очень похожим немцем был, Семыч. Да ты тоже ничего был. Михаилу. Да мы там все немцев дохлых изображали. Ага. Александр, этот гад падает к нам, убитый. И фляжечку, значит, достает из-за пазухи, стаканчики одноразовые, и разливать начинает. Я ему глаза страшные делаю. Ты че, мол? Ты че тут придумал? Он рукой машет, не боись, все, хоккей. Ну ладно, беру стаканчик. Тут стенка поворачиваться начинает. Мы быстренько... А, и улеглись. Нормально, все. Семыч, снова стена, значит, поворачивается. Нас как бы нет, не видно. Он снова разливает. Ну, мы уже отказались. Он выпил. Выпил, значит, ну, снова все нормально. Стена повернулась, мы убитые, лежим. Ага. Александр, вот, на третьем повороте, когда мы все убитые, он выпить-то не успел. Вот так вот со стаканчиком в руке к зрителю и выехал. Семыч. Вот и загремел после этого из артистов к нам. Александр, да знаешь, сколько мы можем про его художество рассказывать? Вот, сегодня, пожалуйста. Михаил. Может, у него сегодня действительно повод был? Ну, что-то такое случилось. Ну, не знаю. Семыч, запой у него случился. Вот что у него случилось. А повода для этого никакого не надо. Михаил. А лечить его не пробовали? Александр. Да что его лечить? Пробовали уже и не раз. Он держится месяцев пять-шесть. Ну, от силы семь. Семыч, не скажи. Сейчас он больше года держался. Я уже думал, все. Выбрался парень, успокоился. Александр. Хорошо. Давай подумаем. Уволил я его, допустим. Вот пока найдем человека, если найдем. Как будем управляться? Послезавтра выезд. Туда двоих нужно, одному никак. И здесь параллельно. Утренний и вечерний. А? Втроем никак не разойтись. У тебя есть, что ли, кто на примете? Семыч Александров младший. Александр. Ага. Тот еще фрукт. Семыч. Да, фрукт гнилой. Александр. Акакий. Семыч. Не, он фирму свою открыл, купи-продай. Ларек у него на рынке. Меня звал к себе продавцы. Пауза. Александр. А этот длинный забыл. Семыч. Федор. Александр. Какой Федор? Длинный, говорю. Ну, как его? Семыч. А, с которым я на гастролях схлестнулся. Александр. Ну. Семыч. Не, он тупой и ленивый. Аркадий. Александр. Да, 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 Аркадий, конечно. Ой, нам тогда Аркадий подгадил. Совсем тупой. Семыч. Ну, говорю ж тебе. Я с ним сработаться не смогу. Уже пробовал. Михаил, осененный догадкой. У меня есть. Монтировщики смотрят на него. Только я не знаю, согласится ли он. Александр. Кто? Михаил. Слушайте. Я пока говорить не могу. Нужно с ним пообщаться. Если что, я тут же сообщу. Ты мне только скажи, на какую зарплату он может рассчитывать. Александр. Если толковый парень, то как тебе? Сразу. Без испытательного срока. Семыч. А он в театре-то хоть бывал, понимает что да как. Или как тебя учить всему надо. Михаил. Нет. Этот понимает. Он все понимает. Он знает театр как, ну, как вы, даже, может быть, лучше. Картина четырнадцатая. Коридор. Из цеха выходят Семыч и бывший седой человек Леонид Павлович. Семыч, ты как здесь родился, что ли? Или сто лет прожил? Извини, я на ты. Ты, прости, имя не расслышал. Леонид Павлович. Да, все нормально. Леонид протягивает руку. Семыч. Пожимает. Я вижу, что мне не учить тебя придется. А у тебя учиться прям профессор. Ладно. Когда успел, Леонид Павлович? Ну, это ты того не люблю я. Не надо. Какой я профессор? Мимо пробегает тетя Ася. Мельком взглядывает и, пролетев чуть дальше, останавливается. Прислушивается с любопытством, делая вид, что занята какой-то мелочевкой. Семыч, да ты не обижайся. Меня Семычем назвали в первый же день, как пришел. Горбачева тоже сразу так и окрестили. Ну, а ты будешь профессором. Это, брат, не каждому дадено. Это уважение. Осознал, Леонид Павлович? Пойдем-ка лучше. Станки надо монтировать, Семыч. О, голова. А я уже и забыл. Иди, я сейчас. Леонид Павлович уходит. Семыч собирается вернуться в цех. Тетя Ася подлетает к нему. Тетя Ася. А кто это? Семыч, профессор. Новенький. Пока Олег в строй не вернется. А может и насовсем. Тетя Ася. А я его знаю? Семыч, не знаю. Тетя Ася. А откуда я его знаю? Семыч, что ты пристала? Тетя Ася. А он откуда? Семыч, от верблюда. Тетя Ася. Какого верблюда? Семыч, Ася. Иди отсюда. Тетя Ася. Сам иди. А я его все равно знаю. Откуда я могу его знать? Семыч, забодала ты меня? Ей-богу. Иди в задницу. Тетя Ася. Точно. Он. Это ведь он. Семыч, кто? Тетя Ася. Дед Пихто. Сам не видишь, что ли? Седой это. Седой человек. Семыч, дикш, не мальчик, конечно, сопливый. 60 лет, думаю, слишком. Конечно, седой. Тетя Ася. Да ты не понял. Он седой. Тот самый. Семыч, который, тетя Ася. И этот, который 100 лет тут. Семыч, тебе тряпочку принести? Или, тетя Ася, какую тряпочку? Семыч, мокрую. На голову. А то, боюсь, я закипишь. И молчать в нее тоже можно. И очень удобно. Тетя Ася. Тьфу, на тебя. Семыч, я тебя обожаю. Чума ты, Аська. Беги давай. А то запоздашь. Тетя Ася. Да. Бегу. Чмоки-чмоки. Устремляется прочь. На ходу почти кричит. Но это ты запомни. Седой. Появляется Михаил. Семыч хватает его за рукав. Слышь, Горбачев, что тут Ася болтала? Михаил, что болтала? Про какого-то седого человека. Михаил удивленно пожимает плечами, поворачивается, чтобы уйти. Погоди. Михаил останавливается. Ты что-то про это знаешь? Михаил снова пожимает плечами. Ты мне тут плечами не пожимай. Я сам так умею. Ты мне скажи, откуда ты его взял? Михаил. Кого? Семыч, привет. Не понимаешь, что ли? Леонида, ты где откопал? Михаил. А, спроси у него. Пусть сам скажет. Я чужие тайны не выдаю. Извини, мне пассатижи нужны и Фомич. Не держи меня, репетиция стоит. Семыч. Ладно. Фомка сразу за дверью. А пассатижи вот возьми. Вынимает из кармана, дает Михаилу. Михаил заглядывает в цех, берет Фомку и поспешно уходит. Семыч чешет в затылке, напевая. Театр огромная страна, чудесных тайн она полна. С пути в ней можно сбиться, и чтоб не заблудиться. Ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла. Картина пятнадцатая. Вечер. Навстречу друг другу по коридору движутся Михаил и Леонид Павлович. Встречаются. Михаил устало улыбается. Леонид Павлович берет его за рукав и удерживает. Постой, Миша. Послушай. Неожиданно чихает. Михаил, будьте здоровы. Опять пропитка? Леонид Павлович. Спасибо. Нет. Ренит. Михаил, что? Леонид Павлович. Ренит вазомоторный. Насморк. Михаил. А, понял. Леонид Павлович, ничего ты не понял. Послушай меня. Я давно живу, Михаил. В театре? Ага. Леонид Павлович. Не груби. Тебе это совсем не идет. На свете белом я живу давно. И кое-что понимаю, Михаил. Леонид Павлович, пожалуйста. Давайте завтра. Устал я, Леонид Павлович. Так я тоже устал без привычки. Не ожидал, что так скоро сдуюсь, Михаил. Не, у вас здорово получается. Я прям любуюсь вами, Леонид Павлович. Да? А я тобою любуюсь. Ничего не хочешь мне сказать, Михаил? А что я должен говорить? Леонид Павлович, подумай. Михаил. Не понимаю. Честное слово, не понимаю. Леонид Павлович, а ты прислушайся. А? Может поймешь? Михаил. Леонид Павлович. Но я правда не понимаю. Леонид Павлович. Тихо, тихо, тихо. Слушай. Просто слушай, если не понимаешь. Михаил. Что? Леонид Павлович. Слушай, слушай. Оба замолкают. Тишина. Михаил. Тишина. Ничего не слышу. Леонид Павлович. Дверь на лестницу. Открой. Открой, не бойся. Михаил открывает. Слушай. Михаил. Кажется, кто-то плачет. Леонид Павлович. Кто-то? Ты не знаешь, кто плачет? До Михаила дошло. Лена. Простите. Убегает. Леонид Павлович. То ли себе, то ли кому-то. Вот я так же к своей бежал. А она меня. Ладно. Сорок лет прошло. Вроде вчера было. Ох, дети, дети. Идет на авансцену. Садится на краю. Не бойтесь. Чихать больше не буду. Базомоторный ренит, кстати, не заразный. Но все равно не буду. Да и нет у меня никакого ренита. И аллергии тоже нет. А что это я тут чихал, спросите? Спросите, спросите. Ну вот вы, молодой человек, спросите. Чего это я тут чихал? Ну ладно, не хотите, не спрашивайте. Честно скажу, не знаю. Ну, акцент нужен был. Запятая, так сказать. Чтобы вы внимание обратили. Ну, мы ведь в театре. Здесь все возможно. Моя вот бртанула меня. Квартиру ей оставил. А, все оставил. На дачу переехал. Даже прописался там. Сейчас это можно. Но какие-то лихие люди подпалили мою дачу, когда я в город ездил за продуктами. Вот я и оказался здесь. В театре. Сзади подкрадывается тетя Ася, держа в руках белый парик. И знаете, что я скажу вам? Я счастливый человек. Здесь чудеса. Здесь сказка. Хоть налево посмотри, хоть направо. Тетя Ася надевает на него парик. А, Ася, ты что ли? Тетя Ася. Я миленький, я. А, ну-ка посмотри на меня. Он поворачивается. Ну, я ж говорила, что знаю тебя. Ты это он, Леонид Павлович. Ася, ты чудо. Я тебя обожаю. Иди ты. Ну, ты помнишь, куда тебе идти надо. Тетя Ася. Помню, миленький, помню. Вот, я ж говорила, точно он. Я сразу узнала. Я узнала его, Леонид Павлович. Ася, не ори. Не ори. Мешаешь. Тетя Ася, кому это я мешаю? Леонид Павлович, ты чумовая, точно. То забудешь, то перепутаешь, то недоделаешь, то переделаешь. Но тебя все, как маму родную, любят, тетя Ася. Ну, и хорошо, что любят. И я всех люблю. Присаживается к нему. А тебя я раньше всех узнала, Леонид Павлович. Тихо, 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 говорю. Не спугни. Тетя Ася, кого не спугни, Леонид Павлович. А вон туда, посмотри. Указывает вверх. Загорается свет на лестничной клетке. Картина шестнадцатая. Лестничная клетка. На ступеньках, обнявшись, сидят Михаил и Лена. Лена всхлипывает, но старается сдерживать слезы. Кладет голову ему на плечо. Ты же обещал, Михаил. Я пришел. Лена, я вижу. Теперь вижу, Михаил. Ну и зачем была плакать? Лена, а может я боялась? Михаил, ну чего тут можно бояться? Седого человека? Лена, что ты не придешь? Возьмешь и не придешь. Михаил, а я взял и пришел. Начинается тихая музыка. Лена, слышишь? Музыка. Михаил, слышу. Музыка. Саша включила. Саша включила. Лена. Неа. Саша уже спит. Вот. Вынимает смартфон. Блютуз колонки у нас. Смотри. Делает громче, потом тише. Михаил, класс. Умница моя. Сделай, чтоб погромче. Лена прибавляет громкость. Знаешь, я, я тебе, я тебя хотел, хочу что-то сказать, Лена, и я хочу. Михаил, нет, я первый. Лена, нет, я. Знаешь, я когда тебя увидела, ну помнишь, когда за чаем зашла, я как окаменела, что-то такое случилось. Я не знаю, как сказать, Михаил, и я. Лена, подожди. Не перебивай, пожалуйста. Послушай, это важно. Я ведь дурочкой ПТУшной прикидывалась от зажима. Наигрывала, как сто китайцев. Самой противной было. Ты прости меня. Как увижу тебя, каменею. Руки-ноги не слушаются. Язык какой-то толстый, не ворочается. Михаил, я не замечал. Лена, ну прошу, послушай, Миша. Я, наверное, страшно глупая. Я люблю тебя, Миша. Михаил, и я тебя люблю. Ты моя королева. Я твой деревянный рыцарь. Оба счастливо смеются. А ты можешь музыку сделать еще громче, Лена? Немного могу. Делает музыку громкой. Долгий поцелуй. Оба отделяются от лестницы, взмывают вверх, медленно кружатся в воздухе. Диалог продолжается. Все, о ком идет речь, выходят на авансцену. Лена, ты обещал мне рассказать, что ты там пишешь. Михаил обещал, я пишу пьесу. Лена, ух ты, а про что? Михаил, про театр. Лена, про меня. Михаил, про тебя. И про меня. Лена, и про тетю Асю. Михаил, и про тетю Асю. Елена, и про Александра. Михаил, и про него. Лена, а про Семыча? Михаил, и про Семыча. Лена, и про Олега. Михаил. И даже про Олега. Лена. А про Толю Гуркова ты, наверное, забыл? Михаил. Нет, не забыл. И про него пишу. Лена. И седой человек у тебя там будет? Михаил. Конечно, будет. Обязательно. Лена. А чем все заканчивается? Михаил. Все заканчивается хорошо, ведь театр — это добрая сказка. Лена. И, наверное, в конце будут аплодисменты? Михаил. Не знаю. Посмотрим. Лена. А разве уже конец? Михаил. Конечно, конец. Лена. Так быстро. Жалко. Михаил. Ну что ты? Это же не конец жизни на земле. Не конец любви. Это всего лишь конец пьесы. И поклоны. Музыка нарастает. Поклоны. Занавес. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok